По поводу как раз простоя, может быть для вас какая-то не новая мысль, но если вы фиксируете именно время доступности людей, то есть есть так называемое доступное время календарное, есть там минус выходные дни, отпуск, какие-то больничные, то есть в итоге у вас, как у владельца этих ресурсов, остается некий фонд времени, и этот фонд времени, именно рабочие силы, он не 365 дней, он видно там на экране, в зависимости от ваших сменностей и прочих режимов работы, он может быть совершенно гораздо меньше. В мире давно используется, и в нашей стране постепенно тоже там начинают задумываться, это время включения гаек, то есть какой показатель характеризует именно время работы слесаря, монтажника, диагноста на непосредственно оборудование, когда он занимается самой операцией ремонта. В мире считается, что 70% это, можно сказать, идеальный показатель, мы периодически, так сказать, негласно или выгласно проводим опросы наших клиентов, но вот от 10 до 20 считается какой-то средний достижимый показатель, если брать чистое время, когда они занимаются непосредственно работами. Есть те, которые, может быть, неправильно учитывают, они говорят, что это на 100%, но так или иначе это показатель, которым надо фиксировать и управлять. Второй показатель, это со стороны у нас людей была, тоже были вопросы, как фиксировать нам простое оборудование, модную систему. Такая же самая ситуация у вас, 24 часа они не станут больше-меньше, да, есть абсолютное время автономическое, соответственно, оборудование может быть доступно либо в простое, ну и пока оно доступно, есть, опять-таки, разные технологические особенности, это время, там, простое в резерве, задержки по технологическим причинам, опять-таки, рекомендация, ну как лучшая практика, фиксировать и в этой части любые задержки, чтобы понимать, в каком резерве, в каком состоянии находится оборудование с точки зрения доступного времени работы, ну и время простое непосредственно по причинам ремонта планового либо аварийного. То есть фиксация, она идет либо неперерывно, либо дискретно, но некий отчет, он позволяет все-таки понять именно коэффициент доступности, готовности, к какой, с точки зрения каждой единицы оборудования. В разных системах информационных по-разному это реализовано, то есть можно это фиксировать автоматически, либо в вручной режиме, но для нас этот показатель является тоже одним из показателей эффективности обслуживания и ремонта оборудования. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают